С точки зрения научной, солнечное затмение и взаимодействие двух светил Солнца и Луны. Солнце закрывается нашим ночным спутником, но это происходит в дневное время суток. К сожалению, наблюдать это эффектное явление жители края могут не всегда. Но на этот раз нам, как и жителям Ханты-Мансийского автономного округа, повезло. По затмениям, конечно же, определяются разновидности. Они бывают полными и частными. Когда происходит полное затмение, то мы можем видеть корону, солнечную корону. И, соответственно, в дневное время суток становится темно до такой степени, что можно увидеть самые яркие звезды. В нашем регионе такое затмение жители в последний раз наблюдали 14 лет назад, 1 августа 2008 года. Сегодня же мы видели частное затмение. Луна закрыла не весь диск, а небольшую часть. Посмотреть затмение целиком не получилось. На Алтае была видна лишь начальная фаза, первые 40-50 минут. Затем солнце просто спряталось за горизонтом. Следом за солнечным 8 ноября нас ждет лунное. Этот период называется коридором затмений. Этот период очень важен для человека. Ему важно понять, что происходит, какие ситуации происходят с ним. Потому что именно в этот период происходят кармические события. И они показывают именно, идет ли человек по своему пути, по пути своей души. И отрабатывает ли он свои кармические задачи. Бессонница, тревожное состояние, конфликты – тоже следствие коридора затмений. Чаще случаются аварии, несчастные случаи. По словам Инны, смотреть на такие явления не рекомендуется из-за плохой энергетики самих затмений. Однако в Барнауле даже организовали наиболее удачную точку для просмотра – Нагорный парк. Для любителей астрономии на самой высокой галерее установили телескоп. Жители могли безопасно для глаз наблюдать за небесным светилом. Очень хотелось бы направить, например, людей, интересующихся астрономией, на следующее комфортное наблюдение за Солнцем. А произойдет оно 1 июня 2030 года. Если вдаваться в детали, то солнечное затмение – явление не такое уж и редкое. В среднем за 100 лет оно происходит 237 раз. И ярые фанаты, конечно, могут ездить по миру и собирать их в свою копилку. А вот жителям края в ближайшее время вряд ли повезет. Очередное полное затмение у нас можно будет увидеть только в далеком 2142 году. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.